Здравствуйте! Я Таня Карацуба-Сейдбурхан. Сегодня 17 апреля 2017 года. Вот встретила такую заметку я, которая была опубликована почти год назад. А сегодня мы увидим последствия того, что было написано. То есть как бы была обозначена проблема. А сегодня эта проблема вылилась во всякие митинги и забастовки дальнобойщиков. И оказалось в ее существовании, вообще-то, этой системы вроде как и мало смысла по доходам. Мой вопрос касается очень опасной стороны этой системы. Потому что формально Платон вроде работает. И за первые полгода система даже перечислила в бюджет 8 миллиардов рублей. Выросло очень опасное второе поколение элитки. Это, например, молодой Рутенберг, которого просто подарили всех дальнобойщиков страны. Иначе перевозки были бы невыгодны. А для чего тогда существует федеральный закон о дорожной отрасли Российской Федерации, в котором конкретно прописано, что у нас государство отвечает за строительство и задержание дороги. На самом деле, конечно, не ворует, а приватизирует прибыль через офшорные компании. И процесс этот, это то же самое воровство, но называется, конечно, оно куда благопристойнее. Рутенбергом карманы набиваем.